Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос по делу» в студии Нина Приходько. Вопросами благоустройства занялся Общероссийский народный фронт. И для этого был запущен масштабный федеральный проект формирования комфортной городской среды, куда вошли и донские города. Общественники уверены, что без учета мнения граждан этот проект нецелесообразен. Для этого для ОНФ был запущен специальный центр мониторинга благоустройства городской среды. Вот почему общественники занялись этой проблемой, об этом центре, нам сегодня расскажет эксперт ОНФ Ростовской области Жанна Орешкина. Здравствуйте, Жанна. Здравствуйте, Жанна. Расскажите, в чем суть проводимого мониторинга, для чего это сделано? Ну, начнем с того, что проект формирования комфортной городской среды, он приоритетный, федеральный, рассчитан на 5 лет, с 2017 года по 2022. Ростовская область также принимает в нем участие, и этот проект нацелен на создание комфортной городской среды для всех граждан. Это и дворовые территории, в которых мы с вами живем, а кроме того, это общественные пространства, парки, скверы, площади, набережные и прочие. Этот проект создан и должен реализоваться с учетом мнения граждан, горожан. Это его основная такая интересная составляющая, за которой, собственно, Центр мониторинга Общероссийского народного фронта и следит. Насколько учитывается мнение граждан при благоустройстве дворов. То есть люди сами решают, сколько им нужно скамеек, сколько им нужно фонарей, урн и всего прочего. Кроме того, в плане создания общественных городских пространств будет реализовано общественное участие, общественное слушание проводится по поводу благоустройства парков, набережных и общественных зон, которые интересуют каждого горожанина. Любой житель тоже может поучаствовать своим мнением. Он не то, что может, он должен и обязан, как гражданин Российской Федерации, просто принять вот там участие. Иначе смысл проекта просто-напросто теряется. Так и что нужно сделать тогда? Какие шаги нужно предпринять? Ну, если мы говорим о придомовой территории, да, это касается всех и каждого. Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в программе? Для начала собственники, естественно, должны изъявить желание в виде заявки в управление ЖКХ своего района-города. Соответственно, если человек живет в Ленинском районе, он обращается в администрацию Ленинского района с заявкой. Там эта заявка оценивается на такой параметр, как планируется ли ремонтирование в ближайшее время коммунальных сетей. То есть, естественно, если они там планируются... То есть, по плану уже есть? Да, план, который уже есть, который уже имеется. Если вдруг там в ближайшее время будет ремонт, ну, допустим, водопровода, конечно, заявку отклонят, ну, потому что это просто нецелесообразно. Если во дворе в ближайшее время ничего такого не планируется, никакого ремонта капитального, дом теоретически может участвовать в этой программе. Тогда уже собственники многоквартирного дома должны собраться на общее собрание, решить, что да, все они хотят, все они желают участвовать. Запротоколировать свое участие. Конечно, да, собрать пакет документов. Кроме того, вот, допустим, в этом году обязательный критерий, что у дома не должно быть никакой задолженности, во-первых. Это очень сложно осуществить, но мотивация есть. Ну, вы знаете, тем не менее, вот дома же такие и имеются у нас, да, мы об этом дальше будем говорить. И, во-вторых, дом должен участвовать в раздельном сборе мусора. Да, это два обязательных документа, которые они должны будут приложить ко всем прочим протоколам собрания собственников жильцов, к дизайн-проекту, который... Договор соответствующей организации, которая, да, осуществляет вывоз. Да, это будет именно договор, да, о том, что идет раздельный сбор мусора. Ну, в этом дворовой территории. Кроме того, жильцы должны обратиться в конструкторское бюро, разработать дизайн-проект, который уже непосредственно предоставят на третий этап отбора дворовых территорий конкурсный отбор. Если все документы правильно собраны, поданы вовремя, все хорошо, никаких претензий там нет, тогда дворовая территория переходит на третий этап конкурсного отбора. Как он проходит? Муниципальная общественная комиссия при муниципалитете Ростове-на-Дону, да, в данном случае мы говорим, рассматривает каждый дизайн-проект и выставляет баллы. В зависимости от того, чем больше дом набрал баллов, он как бы становится на первую строчку рейтинга. Шансы увеличиваются. Шансы увеличиваются, да, и как бы в принципе у него больше шансов участвовать в программе. Соответственно, жильцы должны подходить более ответственно, детально к формированию своего двора. Чем интереснее проект, чем больше процент участия финансового собственника, либо трудового, кстати, такой тоже вариант предусмотрен, если кто-то что-то может делать руками. Все это должно быть описано, да? Все это должно быть описано, да, в протоколе. Тогда комиссия выставляет баллы, исходя из этого, и решает, какой двор будет, собственно. Сколько таких вот дворов было включено в этом году в программу, таких счастливчиков, так скажем? Ну вот, да, счастливчиков, которые точно будут благоустроены 80 дворовых территорий по Ростову-на-Дону. Это много или мало вообще? Здесь сложилась такая ситуация, вы знаете, что денег было выделено на большее количество, где-то порядка 120-130 дворов могли бы благоустроить в этом году, если бы было большее количество заявок. То есть конкурса как такового особо не состоялась? Как такового, да, в этом году, с одной стороны, конечно, этим дворовым территориям очень повезло, потому что не нужно бороться друг с другом, все дизайн-проекты, ну, с учетом каких-то там комментариев от комиссии, которые вносят что-то исправить, они все равно все будут реализованы в той или иной степени, да, ну, какой-то, насколько хотят собственники. Вот, и, ну, с одной стороны. Но с другой стороны, это же первый год реализации проекта. Да, поэтому неудивительно, что вот здесь такие нюансы возникают. Люди элементарно еще об этом плохо наразумевают. Люди, да, к сожалению, на момент старта программы, когда вот подавались заявки, а на них было выделено всего 5 рабочих дней с момента выхода постановления, потом было дано 2 недели на собрание собственников жильцов, о том, о чем с вами говорили, сбор пакета документов. И, к сожалению, вот... Элементарно времени хватило, наверное, многим, да? И времени, и не было, ну, по нашей оценке, вообще Российского народного фронта, не было такой вот прям сильной информированности, да, не было какой-то, назовем это, пиар-компании по этому проекту. Уже какие-то выходы в телеэфирах или широкие там обсуждения в интернете и в СМИ начались после реализации уже программы. То есть, по сути, когда уже вот эти 5 дней на подачу заявок, да, он уже истек. Он закончился 11 апреля на самом деле. Ясно. Жанна, ну хорошо, не успели, но тем не менее, те, кто успел, что, какие проекты были представлены, вот мне просто интересно. Это просто ремонт лавочек, там, горок детских, там, каруселей и так далее? Или что-то было эксклюзивное? Ну, стоит отметить, что, конечно, в основном, большая часть, это, ну, просто что-то такое новое, да, новые клумбы, новые лавочки, новые детские площадки, в принципе, к которым мы уже привыкли их видеть. Но это будет так обновлено, скажем так, с одной стороны. С другой стороны, были такие интересные проекты, которые рассматривали на муниципальной общественной комиссии. Например, двор-колодец в центре города, абсолютно такая закрытая... Колодец-то закрытая. Да, закрытая территория, да. Там, к сожалению, невозможно за счет недостатка света разместить какие-то клумбы или деревья. И вот там собственники даже предложили поставить фонтан закрытого типа. И утвердили такой проект? Да, утвердили такой проект с учетом того, что собственники должны понимать, и тут мы уточнили, что они точно понимают, что это будет на их, как бы, совести, их содержание, потому что потом собственники могут нарисовать любой проект. Главное, чтобы они потом его потянули, да? Главное, чтобы потом пооплать, да, это же потом на их плечи ляжет. Вот это ежедневное обслуживание этой территории. Не хотелось бы видеть, чтобы эти красивые клумбы с десятками видов цветов, которые там планируются, пришли в негодность там уже на следующий год. Да если бы не на следующий год, а может быть через месяц уже, если их не поливать. Если за ними не будут ухаживать, не будут поливать. И здесь, конечно, проект комфортной городской среды, он нацелен на то, чтобы собственники понимали, что дворовая территория – это все-таки их территория. И не заканчивается круг интересов жизни за пределами квартиры, да? То есть ведь создание вот этих удобных зон для жизни, а не просто как бы транзита, да, там с работы домой. Мне кажется, что вот это отличительная черта и такой большой-большой плюс этого проекта. Мне сразу приходит на ум проект, который был у нас в Ростове и в других городах. Это двор мечты, очень похоже на то, что вот как бы людям что-то делают, с их участием, да, привлекают инвестиции. Только в дальнейшем как бы это все дело вы не бросайте, ухаживайте и так далее. Ну, естественно. Тут почему еще решили, что собственники должны финансово участвовать в этом проекте, хотя там минимальный размер финансирования от собственников – 1%. То есть оставляется смета, и вот от сметы – 1%. 1%, да, либо собственники могут изъявить желание на большее количество процентов финансирования. И тогда шансы у них еще повысятся, наверное. У них и шансы, во-первых, повысятся, во-вторых, они смогут воплотить больше того, чего они хотят. Ну, например, если там вот был еще такой момент на Горького, на Горького соборном дом, такой исторический, и там люди хотят поставить гранитный шар, там раньше когда-то был фонтан. Вот фонтан они пока что не решаются, а вот просто имитацию, так сказать, того, что было исторически там. Ну, соответственно, там и процент… Ахитектурная форма, да? Да, конечно. Тогда, соответственно, и процент финансирования. Была такая еще очень интересная история, что собственники в одном из домов захотели поставить детские скульптуры, одна из которых – лось с балалайкой. Лось с балалайкой? Да. Я не ослышалась. Вот, да. Наверное, какой-то персонаж. Ну, что, если собственники финансируют 5%, ну, почему бы и нет? Хоть лось с балалайкой. Хоть лось с балалайкой, да. За ваши деньги, ну, все, что угодно. Ясно. Жан, спасибо большое, что пришли в нашу студию и ответили на наши вопросы. Я напоминаю, у нас в гостях была Жанна Орешкина, эксперт Общероссийского народного фронта в Ростовской области. Я же с вами прощаюсь и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова